Good afternoon. It's an English lesson. Яна Андреевна is speaking to you. Let's start from revision. Начнем с повторения. Буква И, или сочетание двух букв И, дают нам долгий звук И. Си. И, дабл И. Си. Чиз. Хи. Ми. Сочетание букв И, Э. Двух букв И, плюс Р, дают нам ИР. И, Э, дабл И, плюс Р, дают нам ИР. Бер. Чиз. Дир. Дир. Хи. Ред. Now one more time, let's repeat after me, еще раз повторяем вместе. Cheese. He. Me. See. Cheers. Dear. Dear. Here. Near. Now look at the pictures. Посмотрите на картинки. And let's find out the topic of the lesson. Определим тему. What is it? Is it a toy? Toy. Игрушка. Toy with the past. Past. Мы помним past. Simple. Прошедшее время. Past. Прошлое. Игрушки прошлого. What can it be? Что это может быть? A doll. A teddy bear. A tea set. Repeat after me. Повторяю. Wooden blocks. A doll's house. Whip and top. A toy boat. Jack in a box. A rockin' horse. What else? Что еще? Building bricks. A delivery truck. And a doll's house. A rockin' horse. Now some materials. Материалы, из которых могут быть сделаны игрушки. Wood. Let's repeat after me. Wood. Повторяем. Wax. Воск, пластилин. Vox. Clay. Глина. Clay. Mud. Грязь. Mud. Tin cap. Жестяные крышечки. Tin cap. A tin cap. Now, please stop the video and open your book on page 73, exercise 1. Поставьте на паузу видео и откройте учебники на странице 73. Open your book on page 73. Now we are going to work with the text. Сейчас мы собираемся поработать с текстом. And then you have to translate some sentences. Вам нужно будет перевести некоторые предложения. So let's start. Listen carefully. Мы слушаем очень внимательно. Extensive reading 7. Exercise 1. Page 73. Куклы, которые поют и поют и поют. Танцуют машины, которые приходят в движение с помощью нажатия кнопки. Аэропланы, летающие аэропланы. Это игрушки, которые сегодня делают детей счастливыми. Let's take a journey into the past. Now, сейчас давайте отправимся в путешествие. A journey into the past. В путешествие в прошлое. What toys were there in a child's playground in the 18th century? Or the Victorian times? Какие игрушки можно было встретить на детских площадках 18 века или викторианской эпохи? В те времена деревянные кубики с буквами алфавита были очень частой игрушкой. Игрушки такого типа помогали детям учиться, играя. Другие игрушки, такие как кукольные модели кухни, домики для кукол, игрушечная плита и чайный сервиз помогали девочкам научиться, как вести быт в доме. Куклы были очень популярны с девочками, которые были очень популярны с девочками. Куклы могли быть сделаны из дерева, глины или восковыми. Также были очень частой игрушкой и помогали девочкам познакомиться с ролью матери. В то время как для мальчиков наборы инструментов, поезда, машины, грузовики, игрушки, все эти игрушки давали им интерес в проектировании, в создании чего-либо. В то же самое время и мальчикам, both boys and girls, и мальчикам, и девочкам нравились качающиеся лошадки и плюшевые медведи, teddy bears. А вот вещи и игрушки для детей из бедных семей были другими. Они играли чаще всего на улице, и у них не было денег, чтобы покупать новые куклы или игрушечные машины. Они использовали лошадки, 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 лошадки и лошадки. Где мы остановились? Где мы остановились? Они использовали лошадки, 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 старую одежду и, конечно же, их фантазию, чтобы создавать свои собственные игрушки. Экстенсивение 7. Экстенсивный 1. Пит... Неважно, какие игрушки старые или новые, дорогие или дешевые, они всегда занимают особенное место в детских сердцах на протяжении веков. Следующий шаг – это задание. You may stop the video. Вы можете остановить видео. Listen one more time. Прослушать еще раз. And then translate the sentences. Перевести предложение в тетради. Первое. Машины, которые заводятся нажатием кнопки. Cars that move at the touch of a button. Then, the second. Строить кубики с буквами алфавита. Building bricks with the letters of the alphabet. And so on. И так далее. Игрушечные модели. Кухни, домика для кукол, плиты, чайных наборов. So, your task – из вашей задания в тетради перевести данные предложения, используя текст. And then, when you finish your classwork, когда вы закончите классную работу, you have to send it to your teacher. Вы отправляете ее своему учителю. So, thank you for your work. Good job. See you next lesson. Спасибо вам за работу. Увидимся на следующем уроке. Спасибо.